Четверть века здесь воспитывают детей. 25 лет назад в посёлке Тамилино образована детская деревня СОС. В то время это было новое вение в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в 12 коттеджах проживают 70 ребят вместе со своими приёмными родителями и СОС-мамами. В мае 1996 года первый ребёнок переступил порог своего нового дома в посёлке Тамилино. А на карте городского округа Люберцы появилась детская деревня СОС. Она стала первой в России. Было вот когда-то кем-то умным человеком действительно придумано и задумана хорошая мысль. Почему? Вот именно с этой деревни на территории городского округа Люберцы началась реализация проекта приёмной семьи. Детская деревня сейчас – это 12 коттеджей, в которых живут 70 детей. На территории также есть спортивные и детские площадки. Ребята посещают общеобразовательные школы, детские сады, ходят в кружки и секции. Детская деревня не получила бы такого развития, если бы не помощь со стороны правительства Московской области, администрации городского округа, органов опеки и благотворительных организаций. Самый главный результат, который мы видим в этой нашей работе и уже дружбе – это, конечно, замечательные дети. Детский смех, который живёт здесь, в этой детской деревне. Ведь дети здесь имеют самое главное – это семью и дом. Одна из главных задач детской деревни СОС – дать ребёнку любящую семью. Поначалу их роль выполняли СОС-мамы. Елена Конзафарова – одна из них. Сейчас она воспитывает шестерых детей. Живёт с ними в одном из коттеджей. Сообща радуются победам, огорчаются, если у кого-то возникают трудности. Бывают трудности в учёбе, потому что дети приходят часто очень запущенные. Поэтому у нас служба сопровождения работает, и мы детей активно подтягиваем в учёбе. Потому что бывает, что ребёнок первый класс пропустил, второй класс пропустил. Ну и что-то делаем, можно сказать, с нуля. С недавних пор наравне с СОС-мамами воспитанием детей в этой деревне занимаются и приёмные семьи. С 2012 года в деревне живёт семья Голотюк. Еленой Владимир воспитывает десятерых детей – трое своих и семь приёмных. Себя они называют счастливыми родителями и с удовольствием делятся секретами семейной идиллии. Если умеешь принять, простить и полюбить, тогда жизнь налаживается и у меня внутри, и у них. И в семье тогда атмосфера совсем другая. Старшие помогают. И здесь в деревне очень много, и опек помогает, и в деревне. Очень много всех условий для детей таких с травмами психическими. Много психологи с ними работают, и с нами работают, чтобы мы не выгорали. И опека помогает всеми всякими лагерями, путёвками в санаторий. За годы своего существования детская деревня дала путёвку в жизнь 140 выпускникам. О времени, проведённом здесь, они вспоминают с теплотой и всегда рады приехать к своим родителям. И очень часто можно видеть на территории детской деревни не только бывших выпускников, но и их детей. Вот у нас первый и второй дом СОС-мамы, которые вырастили по 19 детей за период работы здесь. И у них уже они соревнуются между собой у кого-то 13 внуков, у кого-то 15 внуков от этих детей. И все эти дети и внуки, они гости детской деревни. На празднике, посвящённом 25-летию детской деревни СОС, благодарности вручили приёмным родителям, СОС-мамам и сотрудникам детской деревни. Сладким подарком стал большой торт от главы городского округа. И хоть свечей на нём нет, все загадали одно заветное желание. Чтобы не осталось детей, живущих без родителей. И чтобы со временем детская деревня СОС опустела. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.